Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. На волне ТТМ Сахарадета и на телеканале Национальной вещательной компании Саха начинает свою работу программа «Якутск сегодня». Сегодня 11 апреля, четверг, в студии режиссёра Михаил Эверстов, Мария Сунхалыгрова, у микрофона редактор Эдуард Рудых. Завтра, 12 апреля, в Якутске состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об участии в этой ярмарке и о работе Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Центр мой бизнес» сегодня расскажут заместитель генерального директора центра Евдокия Германовна Ефимова и начальник отдела образовательной поддержки Анны Ильинична Филиппова. Добрый вечер. Добрый день. Телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Звоните, задавайте свои вопросы. Вначале давайте расскажем нашим радиослушателям и телезрителям об этой ярмарке и об участии вашего центра в этом мероприятии. Ещё раз приветствую всех радиослушателей и телезрителей. Центр мой бизнес в этом году участвует в традиционной ежегодной всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В этом году региональный этап в городе Якутске, как и во всех городах Российской Федерации, проводится 12 апреля. Его всероссийский федеральный этап будет проводиться 28 июня. В этом году, то есть завтра, в День космонавтики, 12 апреля, в ярмарке трудоустройства «Время возможностей и работы России» ярмарка будет проходить в квартале труда, и все желающие, соискатели, которые хотят трудоустроиться, могут обратиться, подойти в квартал труда и посетить ярмарку вакансий. Эта ярмарка не только знакомства с работодателями. Во время работы ярмарки пройдут многочисленные мастер-классы, профориентационные какие-то виды активностей, и желающие смогут принять активное участие. Центр «Мой бизнес» представит вакансии не только своего предприятия, то есть Центр «Мой бизнес», но в этом году впервые выступит как комплексный работодатель, то есть представит вакансии наших предпринимателей. Для этого мы собрали вакансии от предприятий малого и среднего предпринимательства и, соответственно, представим их на ярмарке всем желающим. То есть предприниматели имели возможность через нас сказать о своих свободных вакансиях. Ну, надо сказать, что требуемые вакансии различного характера, требуются и менеджеры, требуются администраторы, маркетологи, специалисты по продажам программных обеспечений фирмы 1С, тендерные специалисты требуются, специалисты по регулированию убытков, архивариусы, операторы, бухгалтера, дизайнеры. Требуются многочисленного характера администраторы, промоутеры, воспитатели детских садов, помощники воспитателей, музыкальные руководители, учителя начальных классов, медицинские работники, образовательных учреждений, преподаватели. Естественно, сфера услуг тоже предлагает свои вакансии. Это мастера ногтевого сервиса, массажисты, прачки, клинеры, мойщики, работники на склад, продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, повара, швеи-конструкторы, просто швеи, ученики повара, официанты, кондитеры, товароведы, директора магазинов требуются, заместители управляющих торговой точкой требуются, инженеры по эксплуатации объектов, сварщики, водители категории B. И это только малая толика того, что предлагают предприятия малого и среднего бизнеса. Через центр мой бизнес. Да, поэтому те желающие, кто ищет работу, могут подойти завтра, 12 апреля, квартал труда, по адресу город Якутск, улица Труда, 1А. Это современное новое здание. Находится чуть позади столичного рынка. И на всех его этажах пройдет ярмарка вакансий. Найти на первом этаже точку центра мой бизнес и поинтересоваться озвученными вакансиями. Наши сотрудники проинформируют об условиях труда, о характере труда, о уровне заработной платы. И, конечно же, дадут контакты ответственного, кто отвечает за трудоустройство на этих предприятиях. Вот эти предприятия среднего и малого бизнеса, которые дали вам вакансии свои, какова их география? География тоже, кстати, обширно очень хороший вопрос. Спасибо за такой вопрос. Естественно, большую часть — это город Якутск. Но также и наши улусы представили свои вакансии. Это город Мирный, это город Алдан, это село Майя Мегино-Кангаласского района и Нижнего Бестяха, и село Чуропчат. То есть география тоже представляет собой не всю республику, конечно, но довольно обширная. И желающие тоже могут. Хотела бы напомнить нашим телезрителям и радиослушателям о том, что ярмарка вакансии завтра пройдет не только в городе Якутске, но и в улусных центрах нашей республики. Так что тоже могут обратиться в центр занятости своего улуса. Какие меры поддержки оказывает центр «Мой бизнес»? Центр «Мой бизнес» — это подвесное учреждение Министерства предпринимательства и торговли и туризма. Нас очень часто путают с МФЦ, что мы предоставляем услуги. Но это услуги конкретно для предпринимателей. Получается, мы оказываем широкий спектр услуг. Это консультационная, информационная, имущественная, образовательная и финансовая помощь. Финансовая помощь у нас больше идет от Министерства предпринимательства, поэтому мы принимаем заявки. Также мы оказываем бесплатные услуги для предпринимателей. Это по продвижению, бизнес-планированию, выходы на рынки, проводим мероприятия бесплатные. Это семинары, вебинары, мастер-классы. Это абсолютно бесплатно для всех тех, кто собирается открывать бизнес, кто уже открыл бизнес. Это самозанятые, ИП, ООО, как бы неважно. И для физлистов тоже мы проводим. В прошлом году, допустим, мы также привели большой форум для предпринимателей, который посетили свыше 1500 человек. С каждым годом число увеличивается участников. И в рамках форума у нас также проходят большие, ну, не большие, а многочисленные мероприятия в течение двух дней. Также у нас основные – это консульционные услуги. Оказывается, они у нас во фронт-офисе, на Кирово, 18, блок Б. Туда можно будет подойти, проконсультироваться по всем вопросам, открыть ИП, либо ООО, либо стать самозанятым, либо вообще закрыть, если прекратили деятельность. Также как тех присоединения, там по всем вопросам, которые вот, все, что касается бизнеса, там можно проконсультироваться. В прошлом году мы оказали свыше 25 тысяч, свыше 25 тысяч консультаций, получается. В этом году мы надеемся, что людей, которые хотят проконсультироваться, будет еще больше, людей, которые хотят открыть бизнес, либо подумать об этом, тоже будет больше. Вот на Ваших мероприятиях, различных вебинарах, на обучающих каких-то семинарах, раньше говорили, приходят не только начинающие или те, кто хочет начать, но и более опытные предприниматели. Да, опытные тоже ходят, если тема для них интересна. Тема бывает абсолютно разная по налогам, по изменениям в законодательствах. Это могут быть сами предприниматели опытные, которые приходят тоже делиться опытом. своим, да, и другие предприниматели хотят их послушать, например. Либо тоже своим опытом там же поделиться, показать себя, свой бизнес прорекламировать. Как бы идет постоянно какое-то взаимодействие с предпринимателями в наших мероприятиях. Я бы хотела добавить, да, по образовательным услугам. Наш центр оказывает образовательные услуги вот именно для начинающих и действующих предпринимателей. Хотела бы назвать такие семинары, как «Основу предпринимательской деятельности». Это самый популярный семинар для наших слушателей, а также «Азбука предпринимателя». «Азбука предпринимателя» — это программа корпораций малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. И хотела бы сказать о том, что есть проекты образовательные, которые ежегодно пользуются также большой популярностью. Они проводятся у нас один раз в год и имеют грантовую поддержку. Это всегда интересует участников этих образовательных программ. Такие программы, как «Мама предприниматель» для мам, которые хотят или только-только открыли свой бизнес. Грантовая поддержка им в начале своей деятельности очень нужна. Такая же программа у нас существует и для пап предпринимателей. То есть так и программа называется «Папа предприниматель». Мы ее обычно проводим в октябре месяце. И мужчина с радостью учится в течение пяти дней, защищает свой бизнес-проект. И лучший бизнес-проект получает также грантовую поддержку. Или для семейного бизнеса, для многодетных семей проект «Малый бизнес для большой семьи». Где многодетные семьи, у которых есть свой бизнес или планируют открыть бизнес, они тоже получают образовательную поддержку, защищают свой бизнес-проект. И лучший проект получает грантовую поддержку. Вот эти все проекты помогают, мотивируют наших начинающих или действующих предпринимателей. И служат неким таким компасом для других мам, пап, семей, которые тоже могут стать предпринимателями. Вот только думают, увидят и скажут, да, действительно, это можно. Образовательную поддержку, на мой взгляд, обязательно надо получать. Так как бизнес в наше время – это довольно сложный инструмент. И есть определенные пункты, шаги, которые необходимо сделать. И обо них нужно знать. Ну, например, на сегодняшний день предприниматели интересуются такой темой, как маркировка рекламы. Это новое направление в предпринимательстве. И не все знают, что возникла необходимость маркировать рекламу, которую мы как предприниматели публикуем. Как это делать? Дребование законов. Да, куда обратиться. Именно вот что сделать об этом, мы, конечно же, рассказываем на своих образовательных программах. Ну, а также для начинающих предпринимателей очень интересно, например, про контрольно-кассовую технику. То есть куда обратиться, где можно не только там или тут приобрести. То есть есть различные виды деятельности, отсюда и различные виды марок контрольно-кассовой техники, которым можно воспользоваться. Вот эти все моменты тоже очень важны для предпринимателя. Мы всегда находимся на обратной связи с нашими слушателями. Наши слушатели, бывает, рекомендуют свои темы, советуют нам раскрыть ту или иную интересную тему для предпринимателей. Вот, например, было обращение, чтобы мы рассказали о том, как молодым мамам, предпринимательницам, например, оформить декретный отпуск, куда обратиться, на какую сумму они могут претендовать и так далее, какова социальная защита в этом случае. Вот эту тему, может быть, в будущем мы также будем оформлять в виде образовательной программы, семинаров. И кроме того, что для предпринимателей нужны конкретные издания, важны и определенные мягкие скиллы, как принято говорить, это формирование особенно личностных качеств, это определенное ораторское мастерство, это умение креативно мыслить, умение правильно и красиво выступать, говорить, формулировать свою мысль. Такие направления семинаров у нас также есть. И они тоже пользуются большим спросом. Это школа ораторского мастерства, это семинар эмоциональный интеллект, навык 21 века, очень интересный семинар. Это дизайн мышления, генерация бизнес-идеи. И вот эти темы интересны не только для молодого поколения, у нас слушателем являются и люди свыше 50 лет, что очень отрадно отмечать. А для молодежи мы, конечно же, формирование предпринимательских компетенций проводим в игровой форме. Что касается молодежи, еще Олимпиада по предпринимательству у нас есть, которые каждый год проводятся у нас в декабре. В прошлом году у нас география была очень широкая, разнообразная, с разных районов приняли участие. У нас было два этапа. Получается, первое, они просто подавали заявки, потом проходили они тестирование. Те, кто прошли тестирование, они потом уже к нам приехали сюда на финал и защищали свои проекты перед жюри. И каждый, получается, у нас получил денежные призы на развитие своего бизнеса. Но там, конечно, были дети, которые уже занимаются бизнесом. Это представители школьных бизнес-инкубаторов. Поэтому они, конечно, уже на уровень были выше, чем другие участники. Это было очень сразу видно. Как малое и среднее предпринимательство, у малого и среднего предпринимательства большая роль в социально-экономическом развитии не только региона, но и всей страны. То есть это очень много услуг, товаров, производства и так далее. То есть в этом плане развитие обучения в детском возрасте школьников очень важно. Чтобы они знали уже азы предпринимательства. Сейчас молодёжь очень такая современная. Они всё быстро на лету схватывают. Даже больше, чем некоторые предприниматели, наверное, знают молодёжь. Но это, конечно, радует. Сразу предвидится такое светлое будущее со множеством успешных предпринимателей. Поэтому как бы это радует. Да. И вот для развития именно предпринимательских компетенций у молодёжи мы в этом году совместно с Министерством образования проводим образовательную программу «Я молодой предприниматель» среди студентов средних профессиональных организаций. И студенты ежемесячно различных техникумов слушают семинар. Соответственно, в будущем они уже будут иметь представление, как зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, как выбрать налоговый режим определённый, подходящий для их вида деятельности, что такое АКВЭД, ОГРН, как зарегистрироваться и как писать бизнес-план. Вот о бизнес-плане, конечно же, можно говорить очень много. Просто хотелось бы кратко резюмировать о том, что предпринимателю, начинающему на старте, обязательно нужно научиться написать бизнес-план. Или написать свой бизнес-план именно самому. А для этого нужно пройти обучение. То есть вот эти расчёты, доходы, расходы, выбор направлений деятельности, расчёт точки безубыточности, прогноз на год вперёд, всё это покажет предпринимателю, стоит ли ему браться за это дело именно в этом направлении. Вы считаете себестоимость товара, услуг? Есть ли конкуренты, сколько других различных предприятий, предпринимателей занимаются этим? Сможет ли он чем-то привлечь, в отличие от других? Это очень много. То есть человек может всё высчитать вроде бы, выйти в рынок, и, как говорится, остаться ни с чем, потому что люди найдут подешевле, может, покачественнее. Вот это частая ошибка предпринимателей. Думают, я так построю, я всё это сделаю, и у меня сразу будет прибыль. На самом деле это не так. Если я продам сколько-то, столько-столько-то, то, может, он и не продаст, потому что рынок насытится, и люди просто перестанут покупать его товар. Да, поэтому очень важно, как Анна Ильинична сказала, проходить образовательные семинары наши, обучение проходить. Напоминаю, мы работаем в прямой эфире. Телефоны в студии 320066 и 321166. До рекламы у нас осталось полторы минуты где-то. Расскажите, пожалуйста, вот вы упомянули об имущественной поддержке. Что это такое, как вы оказываете имущественную поддержку? Это мы сдаём помещение по льготной аренде, получается. Это в бизнес-инкубаторах кабинеты, которые можно расположить в своё предприятии. Это каворкинги, переговорные, конференц-залы. Бизнес-инкубатор у нас здесь находится на переулке Энергетиков-2. Там мы сдаём кабинеты за 143 рубля за квадратный метр. Это вообще очень дёшево. И плюс туда ещё входят 196 рублей за квадратный метр коммунальные услуги. Это тоже, в принципе, недорого. На старте бизнеса, мне кажется, это очень полезно, когда у тебя нет денег на аренду коммерческого кабинета. Поэтому у нас есть такая помощь. Конкурс у нас проходит примерно где-то по мере освобождения кабинетов. Там заключается договор, получается, на какой-то определённый срок. Комиссия всё это решает, и человек подходит или нет, чтобы получить эту помощь. Может, у него ИП уже давно существует. А это мы стараемся больше начинающим предпринимателям. Сейчас мы приверёмся на рекламу. Далее продолжим разговор. Напоминаю, в прямом эфире ТЭТМ Сахарадио и телеканала национальной обещательной компании Саха программа «Якутск» сегодня. Сегодня 11 апреля, четверг, в студии Государственного автономного учреждения Республики Саха, Якутия, Центр «Мой бизнес», заместитель генерального директора Центра Евдокия Германовна Ефимова и начальник отдела образовательной поддержки Анны Ильинична Филиппова. Телефоны прямого эфира 320066 и 321166. Мы говорим о работе Центра, о ярмарке, которая пройдёт завтра, ярмарка трудоустройства. Вы рассказали о том, что у вас есть бесплатные услуги. Да, у нас есть бесплатные услуги для предпринимателей. Они абсолютно бесплатные. Это у нас по продвижению получается. Это можно заказать бесплатный видеоролик, фотоконтент, сделать своих товаров и услуг. Это можно бесплатно рекламу подать здесь у вас на НВК Саха, на радио, на телевидении. Это можно наружную рекламу баннерную заказать. Это тоже рекламу, допустим, на каких-то цифровых экранах, которые бывают обычно. Ну, тут там же главпочтамки, например. Потом у нас также есть бесплатные услуги по бизнес-планированию. Можно абсолютно бесплатно заказать бизнес-план, если вы сами не умеете писать, да? Если не прошли обучение, так скажем. Можно заказать технико-экономическое обоснование. Можно бесплатно токены заказать. Можно получить услуги по защите интеллектуальной собственности. Регистрация товарных знаков, патентов и так далее, да? Также у нас есть консультации по правовым вопросам, по бухгалтерским, по закупкам. И вообще вот также есть повышение квалификации по закупкам. И помимо этого мы бесплатно выдаем фиксальные накопители и USB-токены. Но это как бы не для всех. Это все равно нужно подавать заявку, проходить комиссию. У нас есть квоты определенные. И бесплатные услуги пользуются только начинающие? Там есть свои условия. Не обязательно, что там только начинающие. Там есть даже предприниматели, которые уже работают два года. Главное пройти комиссию. Там есть особые указания. Это можно изучить у нас на портале малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес.14.рф», где есть вся эта информация. Образовательная программа «Мама-предприниматель» в этом году как будет работать? Надо сказать, что программа «Мама-предприниматель» является федеральной программой. И регистрацию участницы проходят на федеральном сайте «Мама-предприниматель.рф». В этом году традиционно... То есть самостоятельно? Самостоятельно, конечно. Мы получаем от наших федеральных организаторов только список тех, кто подал заявку. А в свою очередь, здесь, находясь в республике, мы информируем о том, что проводится и реализуется программа «Мама-предприниматель». Она в этом году будет проходить в августе, во второй половине месяца. И какие требования к участникам? Требования, такие же, как и в прошлом году, это должна быть мамочка с несовершеннолетними детьми не более до трёх лет бизнеса. То есть это начинающий предприниматель или только-только мама, которая хочет стать предпринимателем. Планирует стать. Да, именно планирует, хочет стать предпринимательницей, открыть своё дело. И, соответственно, вот эта программа поможет, мотивирует участниц на открытие или на развитие своего дела. Мамы в этой группе за дни обучения, прохождения программы сплачиваются. И в течение уже последующих лет общаются, дружат. И мы получаем обратную связь, что эта программа очень сильно мотивирует. Почему? Потому что участницы между собой вступают в различные партнёрские отношения, коллаборируются в бизнесе. У кого-то есть, например, направление торговли одним товаром, у другой другим товаром. И они могут каким-то образом объединить свои усилия в том же плане продвижения, аренды и так далее. Или просто поделиться своими идеями и лайфхаками различного рода. Это очень полезно, тем более для женщин. Поэтому те, кто хочет или в прошлом году не успел принять участие, они могут уже отслеживать середины июля анонсы по приёму заявок, подавать заявки на сайт мамопредприниматель.рф и принять участие. Конечно же, грант получает одна участница, но это не столь важно. Вот те моменты, которые я уже сказала, они, мне кажется, наиболее важны. То есть всё равно все участники остаются в выигрыше. То есть они получают знания и компетенции. И тем более общаются между собой, что тоже и слушают. Мы приглашаем не только один лектор у нас, мы приглашаем и успешных предпринимателей. Они рассказывают о своём бизнесе, о каких-то моментах бизнеса. Это тоже очень важно. Расскажите, вот вы сказали, вообще грантовая поддержка предпринимателей у нас через ваш центр какой есть? Идёт какая-то поддержка? Вот грантовая поддержка, она идёт у нас через проекты. Вот как проект Анна Линична сказала, мама предприниматель, папа. Там у нас сумма 100 тысяч рублей. Но возможно, что в этом году сумма будет увеличена. Ещё плюс к этому у нас, допустим, когда был проект «Малый бизнес для большой семьи», у нас жюри сидели опытные предприниматели. Они настолько вдохновились проектами наших участников, что они решили очередить свои гранты там. Прямо на месте, во время защиты. И они вручили сертификаты по 50 тысяч рублей. Мне кажется, это огромная помощь всё-таки для начинающих предпринимателей. И они дали свои советы, и финансовую помощь получается. Мечтателей, среди начинающих предпринимателей очень много бывает. Естественно, человек должен жить этой идеей, продвигать её, мечтать. И сколько процентов в итоге встаёт на ноги? Ну, примерно. Или бывает так, что у них что-то не получается, кто-то опускает руки, кто-то приходит к вам опять за помощью и так далее. Такие случаи бывают? Случаи бывают, что человек, допустим, что-то пытался открыть, закрыл, а потом возвращается и снова открывает. Рынок постоянно же меняется, спрос людей тоже меняется. Если, допустим, там какой-то проект он не выстрелил лет 10 назад, то сейчас он будет весьма актуальным. Те же IT-технологии, которые кто-то не понимал лет 10 назад, в этом году будут уже полезны, люди хотят этим пользоваться, покупают эти услуги, пользуются этими товарами. От этого тоже зависит. И надо сказать, что мы стараемся поддерживать связь с нашими слушателями, участниками наших программ. И вот, например, те участники, которые прошли программу «Папа-предприниматель», вот в день отца, который недавно прошёл, мы тоже обратились к ним с вопросом, как у вас дела. Надо сказать, что многие, те, которые не получили грант, а просто приняли участие, они развили свой бизнес, открыли его, и говорят о том, что именно программа «Папа-предприниматель» в этом случае помогла им именно с той же мотивацией и поддержкой. Вот, например, у нас в Алдании есть предприниматель, который занимается ремонтом, есть предприниматель, который занимается производством классических якутских луч лука, вот якутского лука. Или, например, самый молодой участник у нас был, ему было 18 лет, а он уже папа, семейный у нас человек. Вот он в Северном Улусе занимается тоже ремонтом, оказанием услуг ремонта, и планирует масштабировать свой бизнес вплоть до большого предприятия по стопам своего отца. Так что вот эти наши, скажем, слушатели, которые вот своими именно, своей деятельностью, своей жизнью, нас тоже вдохновляют. Вот это тоже мы очень радуемся успехом. Вы видите результат. Конечно же, да. В данном случае вот по таким моментам, по программам. Но таких же много. Те, которые просто слушали, не принимали участие в таких очных программах, а просто прослушали ту же азбуку, ту же основу предпринимательской деятельности, либо другие программы. Они тоже, надеюсь, стали лучше после того, как получили образовательную поддержку именно в центре «Мой бизнес». Вот вы сказали, районы, улусы, вот там у вас представительство работает? Да, у нас в районах есть представительство. В 28 улусных муниципальных образованиях у нас есть свой обособленный заведующий подразделением. Так что все желающие, которые вот находятся в улусе, в любом наследии могут обратиться в свой центр, улусный центр, найти центр «Мой бизнес» и получить всю ту поддержку, всю ту информацию, о которой мы сегодня говорили в полной мере о наших заведующих обособленными подразделениями. То есть сюда специально приезжать не надо. Там можно подать заявку тот же льготный займ в фонде развития предпринимательства, либо на лизинг, либо открыть счет. Все эти услуги, что получают здесь, они могут на местах получить, там даже во северных районах. Да, и отрадно, что с каждым годом количество центров «Мой бизнес» в улусных муниципальных образованиях увеличивается. И в этом году в плане у нас открытия еще двух центров в улусах. Вот вы сказали, говорили о бесплатных услугах, которые вы оказываете, очень много, начиная от рекламы и так далее. То есть вы сотрудничаете с кем-то, или все это делают сотрудники центра? Нет, это у нас, получается, идет такое взаимодействие, да? Услуги выполняют те же самые предприниматели. Допустим, если наружная баннерная реклама, это, допустим, все полиграфические услуги, кто предоставляет тот же ректайм, тот же офсет, да? У нас, получается, это все законно проходит по закупкам, по договорам, все это заключается, они все конкурс проходят, и, допустим, эту услугу выполняет того же предпринимателя на определенную сумму. То есть это не конкретно именно наши сотрудники, мы привлекаем самих предпринимателей. То есть уже взаимовыгодное сотрудничество у нас. Тут у нас режиссер спросил, позвонил радиослушатель, спрашивает, как до вас дозвониться, как ваши контакты? У нас работает горячая линия 8 800 158 80. Я еще раз повторю, 8 800 158 80. Туда можно позвонить, задать любой вопрос, касающийся сферы бизнеса, и там вам ответят. Также у нас есть номер WhatsApp, я сейчас, к сожалению, не смогу назвать, куда тоже можно задать вопрос. Некоторые люди же не любят по телефону разговаривать, по WhatsApp вопросу тоже задать можно, и через наш портал малого-среднего предпринимательства тоже можно задать вопрос. Мой бизнес 14рф. Надо сказать, что наш портал информативен. Сразу на главной странице у нас есть все наши муниципальные образования с телефонами, с контактами. Есть анонсовая, календарь мероприятий, и можно туда обратиться, посмотреть. Очень хорошая вкладка «Полезная информация». Там, где гид предпринимателя, можно открыть и получить очень полезную информацию во всем направлениям. А самое главное, мы внедрили отдельные вкладки «Как стать самозанятым». Самозанятность у нас совсем недавно существует. Это очень сейчас популярный вид деятельности. Можно зайти в эту вкладку и конкретно посмотреть, что самозанятые могут получить, какую помощь получить, как вообще самозанятность оформить, какие льготные там получают ставки налоговые. И всю информацию можно там получить. Также в прошлом году мы запустили отдельную вкладку по соцконтракту. Там тоже вся актуальная информация там содержится, обновляется. Там же есть те же истории успеха наших предпринимателей, которые открыли свой бизнес по соцконтракту, у которого можно вдохновиться. И самое удобное, это вот у нас есть умный поиск поддержки. То есть вы заходите туда, выбираете вид деятельности, на какую помощь вы рассчитываете, в каком районе находитесь. Все это выбираете, и вам умный поиск выдает, получается, все услуги, которыми они могут воспользоваться. То есть сидеть и искать на портале всю эту информацию не надо. Просто умный поиск вы все вводите, и вам все это выводится. Получается очень удобно. Как начинающему или еще не начавшему предпринимателю стать участником всех ваших программ бесплатных, вебинаров, семинаров, это через ваш сайт, или надо звонить, или регистрироваться где-то? Получается, если у нас идет анонсирование, допустим, в том же мероприятии, мама предприниматель, мы заранее анонсируем за месяц, что собираем заявки, это у нас есть свои соцсети, телеграм-канал, ВКонтакте, в Одноклассниках, плюс у нас есть группа WhatsApp, где предприниматели сидят. Вся информация распространяется через эти каналы, также в СМИ. И, допустим, если вы хотите подать заявку на маму предпринимателя, там уже ссылка есть на форму, прикрепляется, и также есть контактный телефон, с которым можно связаться и уточнить все нюансы по этому поводу. Где и как будет проходить? Самое главное, нужно отслеживать все эти мероприятия, которые у нас проходят. И мероприятия у нас проходят практически каждый день, те же бесплатные вебинары. До завершения передачи осталось несколько минут. Еще раз напомним, что завтра в День космонавтики в Якутске состоится региональный этап Всероссийской ярмарки «Трудоустройство, работа России, время возможностей». И на этой ярмарке участвует Центр «Мой бизнес». Еще раз напомните нашим радиослушателям и телезрителям, что они могут завтра узнать. Ну и в районах тоже проводится же, да? Да, 12 апреля завтра в квартале Труда, это улица Труда 1А, проводится ярмарка «Трудоустройство, работа России, время возможностей» с 10 утра до 2 часов дня. Поэтому надо успевать. А в течение дня там пройдут различные мастер-классы от образовательных организаций, от различных других учреждений. Центр «Мой бизнес» представит свои вакансии, которые нам необходимы внутри своей организации. А также самое главное – это вакансии малого и среднего предпринимательства. И обратившись к сотрудникам, увидев надпись «Центр «Мой бизнес», можно обратиться и узнать, какие же вакансии есть на предприятиях малого и среднего бизнеса. Надо сказать, что и условия труда сейчас улучшились в бизнесе, и зарплата достойна. Ну, соответственно, и квалификации требуемые работники, конечно же, тоже к ним повысились. Но не без этого. Это, конечно же, требование времени. Так что каждый желающий с утра до обеда должен выделить время, чтобы посетить ярмарку вакансий. Спасибо. Напоминаю, у нас в студии были заместитель генерального директора «Центра «Мой бизнес» Республики Саха-Якутия Государственного автономного учреждения Евдокия Германовна Ефимова и начальника отдела образовательной поддержки Центра Анны Линична-Филиппова. Спасибо. До свидания. До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова